Так, запись пошла. Всех приветствую участников нашего чудесного практикума. Я очень рада, что вы нашли время для себя, любимых. Молодцы. Вижу знакомые лица, Леночку, Дружинину, девочек с курса, женского курса, Лена Островская, привет всем. Так, ну супер, супер. Девочки с курсом, эта запись переместится у нас в наш основной, в нашу группу, где идет женский курс. Вот. А те, кто подключился на бесплатную версию этого занятия, третьего модуля женского курса, гормональная грамотность называется, у тех она будет в бессрочном режиме, хранится прямо здесь. Телеграм нам дал такую возможность, и, конечно же, мы ее используем. Я очень рада. Так, дорогие мои, все проверила, запись идет на двух платформах, поэтому замечательно. Хочу вам сказать, что тема, которую мы сегодня будем проходить, гормональная грамотность, можно сказать, в самом простом варианте. Ну, те, кто посещает мои курсы, мои мероприятия, вы уже знаете, что у меня ничего сложного нет вообще. Я работаю с девочками давно, я женский тренер, и вообще не люблю этих сложностей, которые навязывают нам общество, но в современном мире, и вообще сама для себя тоже не приемлемо никаких сложностей. Я все беру, все практики, те, которые даю мне, прохожу сначала сама, использую их, вижу результат, и когда вижу результат, я внедряю на постоянной основе в свою жизнь. Заметьте, в свою жизнь. И потом, уже через какое-то время, я предлагаю людям, своим людям, тем, которые интересуются данной темой. Ну, например, как сегодня, да? Баланс гормонов без лекарств. Почему-то навязано, ну, не почему-то, мы знаем, почему в социуме навязана мысль, прям серьезно навязана, что гормональный фон, это прям такое, что-то очень серьезное, и его невозможно самой как-то каким-то образом контролировать. Ну, девочки мои дорогие, на самом деле, наше тело выше разумностью, то разумностью по образу и подобию, заметьте, которую мы созданы, нас создала так, что в нашем теле все само восстанавливается, само исцеляется и так далее. Я не голословно говорю, потому что кто меня знает, вы многие были на моих консультациях, на моих исцелениях, на моих мероприятиях, где я везде провожу работу с мозгом. Давно работаю целителем, квантовым целителем, и я точно знаю, что есть такие клетки, которые группируются и формируют эти программы. само исцеление, само восстановление. Я очень люблю активировать эти программы. Они у многих в спящем режиме, и будучи целителем, я тоже не сразу их смогла активировать, потому что до 35 лет, пока меня петух-то не клюнул туда, где мы сидим, я тоже была, шла по течению в социуме и жила, как все люди. Так вот, и когда мне стали открыты, доступны эти знания, которые я набирала сама, заметьте, никто меня за руку не тянул, никто не предлагал, Оля, сходи сюда, вот тебе, пожалуйста, полезняшка такая, бесплатная или такая. Все знания, которые я брала у китайских мастеров, потому что это самое ресурсное направление, хочу вам сказать, в нашем современном мире. Даусские традиции, которые более 5000 лет назад, это самое простое, и заметьте, оно еще и перекликается с инновационными технологиями, которые сейчас в мир идут через трансформационные процессы нашей планеты. Понимаете? Потому что я не просто тренер, не просто человек, который занимается омоложением, я еще и целитель, трансформационный целитель, человек, который, через которого идут новые направления. И мне легко это видно, эту картину предлагают людям дать. Я очень просто обрабатываю и даю. Просто берите и делайте, последнее делайте. Если вы послушаете и скажете, ой, как просто, наверное, тут нет смысла. Я к тому и говорила, что навязано социумом, но не просто так девочке навязано социумом, вы же понимаете, целый концерт, который зарабатывает деньги. И здесь необходимо понять, что все-таки я выбираю как женщина все самое легкое и простое. и когда мы в этом легком и простом, у нас очень хорошо все получается, и жизнь начинает нас радовать, и все идет так, как нас задумал. Бог-творец. Целители, квантовые целители высшую разумность называют определенным именем создатель или творец. Бог-творец или создатель. Поэтому я называю и так, и так. у вас может быть другое мнение по этому поводу, но заметьте, что Бога много лиц, но в единый. И к этому пришли уже даже ученые. Поэтому сомневаться бесполезно. Я уже говорила в эфире, кто сомневается, кто в детской позиции и не хочет выходить из нее. Поэтому баланс гормонов без лекарств это легко. Посмотрите на меня, и идите просто по той дороге, по которой я вас веду. И будет вам счастье. Согласны? Пишем в чатике согласны. Потому что необходимо мозгу показывать. Так как я работаю с мозгом, вам необходимо сразу показывать. То, что вы слушаете, это одно, а то, что вы пишете, это совсем другое. Слуховые, слуховой аппарат показывает мозгу. да, я вот эту информацию беру. Через зрительный центр уже по-другому идет информация, и она определенным структурам мозга показывает, и тоже другое. И мозгу становится понятно, куда вы все-таки наметили свой путь. Оставаться в старом или идти за Ольгой Мира вперед. Добрый вечер. Все слышно? Хорошо? Хорошо. Замечательно. Я, ну, очень плохо, Полина пишет, разбираясь в интернете, но хочу хотя бы послушать. Для меня эта тема очень важна. У меня сбой гормонов аут. Хотя последнее время похоже на гипо. Видите, тиреоти, ксикоз, а последнее время похоже на гипо. Вот смотрите, гормоны на самом деле, я вам сегодня особенно согласны девочки со мной, особенно те, кто давно со мной идет в этом направлении естественном омоложении. Вы уже понимаете, потому что я вам эту мысль уже внедрила в ваши прекрасные головки, что гормоны это такие вещества, которых вообще невозможно уловить. И вы сегодня поймете, что на самом деле они восстанавливаются совсем по другой схеме, совсем по другой структуре, нежели нам предполагают современные медицины, специалисты современной медицины. Но я на них не в обиде, потому что их так просто научили. И будем так думать, ну да, люди научились так. Вот меня научили доосы, и я по дооскому направлению вышла на путь здоровья молодости и веду за собой людей. Девочки, кто меня не знает, впервые подключился, я давно в этой теме и вышла самостоятельно на этот путь, тогда в 35 лет, когда совсем никто не хотел мне помочь, ну не то, что не хотел, не мог помочь. поэтому я набрала уже комплект, весь, все, что могла собрать и разгребала этот узел сама. И, конечно же, в моей копилке набралось очень много всего полезного, потому что это было сначала для меня, а потом уже для моих людей, для тех людей, которые приняли это направление, которое я предлагаю. Безопасное, естественное, то, что не может навредить. И, конечно же, люди этого направления уже понимают, что все возможно сделать самой. Да. И главное здесь на самом деле не упираться туда, откуда вы пришли. Да, там вот говорят, ну и пусть говорят. Смотрите, мнений много. Много мнений. Но самое важное мнение это ваше. а ваше мнение формируется только через ваши действия. Через ваши действия проявляется результат, и вы тогда можете отследить, а как оно вообще происходит. Это мне поможет или нет. если вы сделаете это один раз какую-то практику, которую я сегодня вам дам, а я дам четыре практики вам простых рабочих технологий, которые вы можете выполнять, хоть где, и времени затрачивать будете минимальное количество. Необходимо здесь регулярность. если вы делаете по одному разу, я не думаю, что вы поймете разницу между вашим сегодняшним состоянием, прошлым и до того, как говорят, и после того. Нет. Этого не произойдет. Вам не обязательно, а необходимо включить в регулярность, то есть в систему, выстроить систему, в которую вы встроите и начнете это делать, делать, делать. И только тогда вы увидите результат. Результат не может проявиться мгновенно. Бывают, конечно, мгновенные результаты, но когда мгновенный результат, я вот хочу вам сейчас сказать, я на панели, как раз есть такой, когда я проводила, сейчас я скину даже вам в чат, у меня имеется в чатке. Когда я проводила про инсулин, так, отзыв напишу. Про инсулин. то девочка, представляете, она после перерыва, она сидит на инсулине с подросткового периода, и она уже в результате нашего эфира выложила, пожалуйста, нормальный инсулин, который держался какое-то время. Ну да, какое-то время. это моя работа. Знаете, я квантовую работу проводила, и у нее сразу в процессе работы сразу снизился инсулин до абсолютной нормы. Такой нормы, которой у нее никогда не было. Вот это результат, который мгновенный. и они, конечно, да, вот такие результаты бывают, и бывают они у тех людей, кто абсолютно верит, тотальная вера, что это может произойти. Если человек живет в неверии, то есть он не доверяет, так, а что это у меня тут? А если, что ли? Если он не доверяет, а не доверяет кому, здесь вообще никого нет, кроме нас. вообще никого. То есть если он не доверяет человеку, то он не доверяет себе. И, конечно же, у него результаты совсем не такие, кто в тотальной вере, в тотальном доверии, в том, что происходит. На самом деле это происходит именно так. Но вернемся сегодня к гормонам. Вы сегодня уже узнаете, что вообще история про гормональную систему вообще не такая, как ее преподносит специалисты. Вообще никакая. Совершенно. От слова совсем. И нам, не нам, а вам предлагают. Мне давно никто не может предложить, потому что я сама по себе. Из социума я вышла, из социальной матрицы. И моя жизнь идет по моему руслу. То есть свою жизнь я проживаю сама. Так вот. Навязано вам людям социуме, что гормоны, они по отдельности. Вот просто по отдельности все. Но это не так. Девочки, это вообще не так. И вы сегодня узнаете. И у вас просто очки розовые спадут. и вам станет просто смотреть на эту картину. Я думаю, что ее специально начинают создавать и крутить, вертеть с разных сторон, предполагая, что это очень сложно. Эта картина обрастает сложными анализами, которые простой человек не может расшифровать. Ну, даже не каждый специалист может расшифровать. Правда ведь? Вот. Так настолько сложно это все придумали. Но это все вообще не так. потому что гормоны они меняются бесконечно. Они не могут быть одинаковые всегда. Вот скажите, как вам один момент нового осознания? Это просто вообще это правда-правда, это истинно. Гормоны не могут быть в одинаковом состоянии, потому что они зависят от многих факторов. И количество, и качество того или иного гормона тоже зависит во-первых от нашего настроя, от того, как мы думаем, от того, как мы проживаем, ну и так далее. И вы сегодня что-то проясните для себя. Все начинается в голове. вы знаете эти слова правда, но никто в глубину не пошел. В глубину идут только квантовые специалисты, литеры и те, кто работает по инновационным технологиям. Так вот, я хочу вам сказать, что все выстраивается в голове, и наши болезни, и наше исцеление, выздоровление тоже начинается в голове. И я вам даже сегодня скажу, кто этим всем руководит. А руководит этим всем гипофиз. Кто-нибудь знает, что это такое? Гипофиз это ключ к пониманию телесной гармонии, ибо он является барометром всей цепи эндокринных желез. Понимаете? Это он всем руководит. И сейчас мы будем с вами говорить о системе, которая полностью контролирует все органы, и в первую очередь железы внутренней секреции. А затем за их помощью влияет на работу всего организма. То есть выстраивается цепочка сначала в голове. Заметьте, дорогие мои, никакие таблетки не могут это сделать. Нет таких таблеток. И вы тоже узнаете сейчас почему. Я вам сегодня много расскажу. Зону гипофиза и гипоталамуса такие названия интересные можно разбудить только звуком. Особой вибрацией, которая является, формируется скажем так, на уровне нашей черепной коробки. Но давайте сначала немного теории об этой важной системе. гипоталамус. Что такое гипоталамус? Это достаточно обширная зона головного мозга. Это эндокринная железа, которая находится немного сзади. То есть она находится прямо сзади. если вот так положите руку, то параллельно как раз то месте у основания черепа, ближе к основанию черепа. Гипоталамус регулирует секреции того самого гипофиза, который находится за глазами, ближе к глазам с той стороны основной железы, которая управляет всеми нашими другими железами и всеми эндокринными процессами. Улавливаете суть? Пожалуйста, записывайте, что, зачем и делают, чтобы у вас проявлялась картинка реальности, истинной реальности, а не той, которую вам навязали. Поэтому две эти железы рассматриваются вместе. Они одну работу выполняют. Гипоталамус вдаёт нейрогормоны, которые активируют работу гипофиза. Затем от него поступают сигналы ко всем остальным органам. То есть эта железа, она как будто старается, чтобы всё в нашем организме происходило идеально. Да. И можно сравнить работу гипоталамуса с компьютерным центром, который управляет практически всеми жизненно важными функциями в нашем организме. Дыханием, работой сердца, обменом гормонов и так далее. этот маленький орган, он всего весит около 5 грамм, является главным посредником между мозгом и другими частями нашего тела. Понимаете? Гипоталамус чётко контролирует насыщение организма по физическим параметрам крови. И он адаптирует человека к любой среде. Это делает гипоталамус гипофиз. Что такое гипофиз? Гипофиз является главной эндокринной железной организм человека. Заметьте, он отвечает за выработку гормонов хвоста, за обменные процессы, заметьте. Обменные процессы. Ни вилочковая, ни отдельно, ни щитовидка, которую сейчас около неё очень много шума, и репродуктивную функцию, включая тесте, у кого не наступает долгожданное беременность. А многие считают, что во всём этим всем рулят женские гормоны. Ну так навязывают, правда? Потому что ведь существует, если дальнейший путь рассмотреть мысли, куда уходит там же ЭКО и так далее, новейшие разработки, которые очень дорого стоят. Вы прослеживайте вот эту мысль, пожалуйста. Переменное настроение, жизнь и метонус, желание вести интимную жизнь или не вести её, ощущение счастья или наоборот печали, и даже особенности внешности. Зависит от гипофиза. Представляете? Если есть какое-то взаимное влечение между мужчиной и женщиной, в организме вырабатываются эндорфины. Об этом все знают. И в этом тоже в процессе участвует наш любимый родной гипофиз. Чтобы в нашей жизни всё складывалось удачно, именно гипофиз и гипоталамус работают слаженно и эффективно. Именно они выстраивают всю самую здоровую сеть, структуру, которая управляет всеми жизненными процессами в нашем теле. Помните, всё идёт с головы? Теперь вы понимаете, что да, всё идёт с головы. Потому что, поясняю прямо для девочек, помним, что я женский тренер, я знаю, как девочки рты откроют, в одно ухо вылетают, в другое вылетает. Надо повторять. Основная задача гипоталама, гипофизарной системы, так она называется, вырабатывать специальные гормоны, которые обеспечивают рост организма, репродуктивную функцию и обменные процессы. И также этот тандем важнейший желёз курирует, контролирует все системы организма. Пищеварительную, сердечно-сосудистую и, самое главное, эндокринную. Мы можем сказать, что гипофиз и гипоталамус это как бы дирижои нашего оркестра, то есть нашего тела, который регулирует всю деятельность нашей эндокринной системы. И от их активности, от их активности зависит вся жизнедеятельность нашего организма. Именно от их. Не от отдельно взятой, в общепринятой понятия, железы, как рассматривают, как преподносит нам это всё, правда? А теперь напишите в чат, почему столь пристальное внимание показывают щитовидные железы. Хотя щитовидная железа имеет ещё и пара щитовидные железы. Две железы, которые расположены над ней. Но об этом я не буду сегодня говорить. Вот столько бума вокруг неё создало. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? И кому это интересно? Конкретно гонять людей по анализам, крутить внимание вокруг щитовидной железы, только около щитовидной железы, отдаляя внимание от мозга. Я вам сейчас всё разжевала. Что вы думаете по этому поводу? Быстренько пишем чат. Молодец, Людочка. Тут даже и думать-то не надо. Тут всё ясно, как в уже день. И теперь вы понимаете, что за чем идёт. И с чем необходимо работать в первую очередь. Когда идёт сбой в системе. Например, ну вот у вас в машине, кто у кого есть машина, полетел мотор, а вы, несмотря на это, меняете колёса. Одни колёса поставили, блин, съездили, установили, не едет машина. Другие ещё лучше устанавливайте, не едет. И таким образом хоть сколько. И опять же, например, возьмём ноутбук или компьютер. Да? Такая же история, что у вас, например, жёсткий диск полетел, а вы пытаетесь от спама избавиться и чистите его. Читовику можно посмотреть, взять деньги за это, а в мозг не залезть. Да? Конечно. Ну, потому что кормить-то вас, кто бы их, кто будет? Понимаете? Медицинские корпорации зарабатывают. Это давно понятно, особенно почему не любят так проводников и духовных людей, тех лидеров, которые инновационные технологии обнедряют в жизнь. Но инновационные технологии, которые выводят на самостоятельную работу. Да, таких людей не очень приветствуют. Но у человека есть выбор. Как ему жить? Как ему лучше жить? Для чего зарабатывать деньги? И каким образом он может вывести себя на здоровое, уловое тело? Ну, вообще-то, на самом деле, запас нашего тела больше ста лет однозначно. Но люди почему-то живут, он сейчас чуть-чуть поднялся уровень, в России до восьмидесяти, там чуть-чуть больше, даже до ста дотягивает. Но там гораздо больше резервов. Но, понимаете, люди не обращают на такие факты внимания, что можно самостоятельно за своим здоровьем следить. А самостоятельно, это значит регулярно. Это значит не от случая к случаю. Это значит выработать систему или взять эту систему у кого-то и по этой системе идти. И чтобы не было пропусков, потому что если будет сбой, пропуск будет сбой, особенно в гормональной системе. Гормональная система не любит, когда вот эти качели. И гормональная система очень сильно зависит от нашего настроения. А наше настроение тоже формируется. Как вы понимаете? Ушли ли? Нет. Вообще нет. Конечно же нет. Всё формируется в голове, в тех шаблонах, которые у нас есть в голове. И настроение, и печаль, и всё-всё-всё, весь эмоциональный фон тоже идёт в головы. И поправляем мы всё сначала там. И сейчас идём в практику. Сейчас будем работать с физикой. Я вам видение рассказала, какие-то азы вам дала. На самом деле необходимо работать с телом. И это самое действие. Наша тело создано с учётом, что всё в нём будет двигаться. Энергия, она течёт в человеке, пока он ушёл. Она останавливается, когда он умирает. И всё в нашем теле течёт, пока идёт движение. Кровь течёт, пока мы двигаемся. Работают мышцы, запускаются метаболические процессы. Всё идёт через движение. Нет ничего, чтобы можно было восстановить через лежание на диване перед телевизором. Ничего нет. Мозг в это время просто тупеет. И всё. И многие люди уже поняли и отходят с телевизора. Давайте сейчас я вам дам очень простую практику для активации гипофиса и гипоталамуса. Она проста, как бы уже идёт. Ну, просто вообще проще быть не может. Но помним каждый день. Вы садитесь ровно, удобно, комфортно. И просто сначала сядьте так, чтобы как-то в прямом углу. То есть попа ровно сидела, никаких изгибов в позвоночнике не было, чтобы заторов не было. Постарайтесь вытянуть позвоночник, ваш за макушку вверх. И просто-напросто запрокидываем голову назад. При этом открываем рот и расслабляем челюсть. Расслабьте челюсть так, чтобы она как повисла. А теперь возвращаем голову медленно назад в исходное положение и одеваем улыбку. Одеваем улыбку на расслабленную челюсть. Мы так одеваем, то есть улыбаемся так, чтобы у вас коренные зубы почувствовали мышцы. У вас такое ощущение, что челюсть она как ушла, вдавилась вовнутрь. И коренные зубы как сместились, сместились назад, и вы так улыбаетесь, дуна, придурковатая улыбка, но какое вам дело? Вот такая улыбка. Челюсть ушла туда. Коренные зубы не смещаются, они стали непараллельны, потому что нижняя челюсть ушла вовнутрь. Давайте еще раз попробуем, я вам буду говорить, а вы делаете. Запрокидывая голову вверх, как будто смотрите на потолок. Расслабляйте нижнюю челюсть, открыв рот, отпускайте ее, потом медленно возвращайте голову в обычное положение и улыбайтесь на расслабленную челюсть, зубами улыбайтесь, коренные зубы у вас сдвигаются, как бы смещаются на поток. Что мы делаем, что происходит? Открывается проход для потока энергии. А теперь простукиваем вот такими движениями все пазухи и резонаторы лоб, гайморовые пазухи, щеки, скулы, шею, ключица, грудину и грудину. И грудину. Когда вы сделаете несколько раз эту практику, то у вас может выходить лишняя слизь. Вы начнете кашлять, у кого-то из пазухов носа начнет течь. Приготовьте салфетки и просто знайте, после простуки мне может отходить жидкость, лишняя слизь из носа, трахеи, бронхов, которые необходимо, конечно, сплюнуть. Какие у вас вопросы по этой практике? Практика на самом деле простая, но сложность для простого человека заключается в том, что нужно расслабить челюсть, а в основном у людей зажатая челюсть. Радостное настроение стало. Какое время суток лучше делать? В любое. минутка свободная сделали. С мозгом работать всегда необходимо, просто всегда. Ну, больше нет вопросов, значит, понятно. Практика простая. Я все-таки не поняла, как челюсть ставить. Лена, челюсть двигаем назад, назад, то есть мы сидим ровно, челюсть у нас в нормальном положении, когда у нас коренные зуб соединены, то есть все коренные зубы они совместились. А здесь необходимо совместить ее назад. Вперед этот вода вроде попадает, назад это наоборот не попадает. Поняла? щитовидка. как бы так, да. Ну, давайте теперь про щитовидную железу. Или как в народе говорят, щитовидка. Это очень тоже важный интегринный орган, который находится на передней поверхности шеи и по форме напоминает как щит. но вообще еще есть и пара щитовидной железы, которая располагается чуть повыше. Этот орган маленький, тоже он весит около 15-20 грамм, но выполняет также для него важную функцию в организме. Без работы этого органа нельзя представить себе рост и развитие любого человека, как детей, так и взрослых. А теперь внимание ушки на макушке выработка гормонов щитовидной железы регулируется в организме вышестоящими железами гепаталамусом и гипофизом. Как вам эта история? Кто об этом знал? Под руководством своего командного центра щитовидка в течение суток производит стероидные гормоны, которые стимулируют формирование и развитие нервной системы? Щитовидка активирует многие процессы в нервной системе. Это биосинтез белка, образование нервных волокон, которые необходимы для нормального функционирования той самой нервной системы. Но если гормонов поступает недостаточно или слишком много, то нервная система тут же среагирует тут же среагирует. Возникает либо депрессия, либо наоборот чрезмерная возбудимость. Человек вообще не понимает, что с ним происходит, списывает на усталость. Это состояние, когда гиперфункция щитовидной железы резко стимулирует деятельность нервной системы. Но это не значит, что положительно стимулирует. Понимаете? Идет разбалансировка. Состояние возбуждения начинает резко доминировать над противоположным состоянием, тем самым торможением. А нормальная умственная деятельность это гармоничный баланс этих двух процессов. Понимаете? Щитовидка одна из тех органов, которые любят именно золотую середину и очень серьезно капризничает, когда гормонов вырабатывается хоть небольшим, но больше или меньше. И это незамедлительно сказывает на чем? Сказывает на сердечно-сосудистой системе. Вот. Гормоны щитовидной железы вырабатывают функцию, важнейшую функцию, участвуют в важнейшей функции в обвине веществ. Без них вообще невозможна переработка или усвоение белков, жиров, витаминов, микро- макроэлементов. И теперь вы понимаете, что откуда синдром раздраженного кишечника. А теперь мы понимаем, что синдром раздраженного кишечника связан с изменением щитовидной железы. Вот как. Эти уже просветились в этом. В условиях дефицита гормонов щитовидной железы резко нарушается образование энергии в тканях желудочно-кишечного тракта. А значит резко снижается их функция. И наблюдается например атония кишечника, снижение ее двигательности или запоры. Двигательности и запоры. А вот при избытке этих героидных гормонов резко нарушаются процессы того самого пищеварения, сасывания пищи. И наблюдается совершенно обратная картина. Пища не усваивается транзитом и уходит. И человек вроде ест, а у него все идет сами знаете куда. И вот несмотря на миниатюрность щитовидная железа еще есть своеобразный генератор энергии человеческого организма. Она способствует восстановлению энергии, потраченной в течение дня. Ее гормоны участвуют в регуляции основного обмена веществ в организме и поддерживают на оптимальном уровне тот самый гормональный процесс. И хочу вам сказать внимание гормоны стресса они бьют по всем гормонам не различая какую из них какую функцию выполняет и в том числе и по щитовидной железе. И наша задача особенно женщин потому что мы существуем эмоциональные мы очень резко реагируем мужчины нет они не эмоциональные они другой планеты и поэтому они более спокойны и не так резко реагируют на многие процессы и нам необходимо сначала успокоить стрессовые гормоны воздействуя на коров на почечниках а затем уже привести в порядок другие инокременные органы да гормон кортизол записывайте кто новенький разбавляется очень хорошо водой разумное зерно которое использовали наши предки и помните я например помню когда мама всегда говорила когда кто-то начинает громко говорить иди попей водички холодной успокойся понимаете наши предки знали что оказывается кортизол можно просто разбавить водой и человек успокоится а не пить какие-то таблетки которые имеют еще кучу противопоказаний и запускают совсем другие процессы вот знаете даже например бабушкины наши бабушки и прабабушки использовали такие методы сетка из йода на эту на щитовидку и ожерелье из янтаря и жемчуга это все имеет ценность для тех у кого страдает эта железа в определенной степени они полезны для регуляции ее работы и здесь необходимо лучше прийти к тем методам которые уже давно использовались и они безопасны нежели тем самым гормоном синтетическим я вообще отношения у меня к ним у меня нет к ним отношений я против них так смотрю что написали ничего не написали да она подключилась и сейчас я вам дам практику на регулирование щитовидной железы рекомендую сегодняшний дня время от времени дышать через щитовидку это даусский метод все что из доосизма все практики а в основном у меня все практики идут адаусов у них 13 школ у меня два учителя и я очень люблю их технологии которые отработаны временем они безопасны и они все рабочие более того они очень быстрые и в реализации и очень быстро дают результаты по себе знаю знаю по своим клиентам и многие получали результаты просто за один раз придя на мои женские практики которые составлены только по практикам по практикам по даусским практикам они так и называются даусские практики вот это дыхание оно гармонизирует состояние щитовидки посвящайте время от времени время обязательно не время от времени а время обязательно щитовидки и направляйте свою энергию из центра ладони знаете для новичков скажу в центре ладони у нас есть энергетические центры которые направляют энергию и либо отсюда либо обратно и в ладонях самые точки лауну они называются китайской непрадиционной медицине и они очень сильные с ними можно вообще сотворять чудеса так вот они способны насыщать энергией те места которые в котором мы их прикладываем трем руки либо схлопываем кому как приятнее чтобы пошло тепло и активируем эти точки вот так они активируются эти точки просто конечно просто и просто каждое утро дышите осознанно и глубоко осознанно это когда мы мысленно направляем внимание туда куда мы дышим положи правую руку себе на сердце здесь у меня микрофон на сердце а левую на щитовику вот вот такое движение делали вдох делаете через нос а выдох через рот и теперь при выполнении данной практики может возникнуть какое-то першение колборли что-то какие-то у кого-то может осипнуть голос ну не бойтесь это говорит о том что просто психосоматика этих проявлений это вы даете нарушать свои личные границы не умеете заявлять о своих потребностях и либо не слышите себя не позволяете другим своим пространством услышать вас и вот смотрите когда вы посвящаете время горловой чакры работаете щитовидной железой она находится в горловой чакре вот в этом центре где у нас лежит левая рука вы будете чувствовать перемены к лучшему в своем состоянии и во время дыхательной практики вы можете внутренне произносить какие-то слова любви и благодарности себе либо орган просто приучите себя я люблю тебя я посылаю тебя любовь посылайте слова либо свет который вам идет смотрите мы берем энергию сердечной чакры то есть вдох делаем с груди а на выдохе мы направляем я забыла сказать что на выдохе направляем в горловую чакру и посылаете тот свет которого у вас возникает но обычно это лазурный цвет цвет это чакра сердечная лазурная розовая и вы посылаете либо лазурой либо розовой какой у вас представляется горловую чакру дышите столько сколько у вас есть имеется времени обязательно рекомендую эту простую практику но ее необходимо регулярно делать вы вспомните сколько лет вы разбалансировали эту чакру эту систему горловой чакры и за один день конечно же у вас баланс создать не удастся я честно говорю просто ну да это так и есть девочки которые находятся на женском курсе сейчас третий модуль у нас гормональная грамотность они получат более глубокую квантовую целительскую работу с установлением баланса этой железы и гормонального фона в целом вот почувствуйте что вы сейчас подышите и почувствуйте что вы чувствуете кто-то сейчас сразу почувствует у кого-то кашель пошел пишите пожалуйста в чат я не понимаю что у вас происходит это очень ценная практика не думайте пожалуйста что если она простая то она каким-то образом не работает не работает тепло ком горло першение оно так и происходит девочки психоматику я вам сказала у меня тепло в груди и горле Женя пишет хорошо тепло ком горле стал выходить лишний воздух еще и прозапас брала да наташ оставляла прозапас вдруг не хватит что еще кашель пишите и показывайте мозгу отключите пожалуйста звук микрофоны отключите у себя кашель вначале потом умиротворение да сначала пробивает кашель и это хорошо и это вам показано что работа пошла что это уже результат это сразу результат чем я люблю эти практики что результат сразу идет мгновенный вы понимаете что слезь пошла ага значит результат кашель пошел так я понимаю что это результат вы понимаете что это результат еще пишет ждем кашель что вы написали да с помощью этой практики я прямо сейчас продышала горловую чакру а значит изменения идут в гармонизации щитовидной железы просто напишите хотя бы те кто пришли новенькие просто слово просто или да не сидите как мышки мы работаем с мозгом а теперь кашель появился прослышала верловую чакру просто и хорошо здорово да продышала ком девочки ком в горле всегда говорят о том что идет нарушение личных границ и в этом плане необходимо работать чтобы щитовидная железа и пара щитовидной желез работали достойно потому что все вышеперечисленное ранее о чем я сказала зависит именно от этого состояния этой чакры не зря в духовном направлении сначала разбираются с психосоматикой а психосоматикой а психосоматика работает через чакральную систему понимаете скажу вам сразу что особенно новеньким это будет хорошая информация что все болезни имеют начало через психосоматику в голове и именно оттуда необходим разбор полетов делать а не просто сдать анализы и начать работу с определенным органом это просто смажет симптомы но результатов не будет тех которые вы хотите увидеть и особенно действенных результатов вы будете ходить по загнанному кругу как лошадки парень и цирка вот так это происходит ну давайте дальше теперь поговорим о елочковой железе или тимус или тимус или сердечная чакра все это одно и то же сердечная чакра это и есть сердечная чакра это на тонких планах наших тел а тимус это орган на физическом теле чтобы вам было понятно название которое может быть кто-то не знает именно тимус он помогает нам быть здоровыми легко справляться справляться с любыми вирусами бактериями он активирует выработку тех самых Т-клетков лимфоцитов а они включают уже иммунитет и позволяют отличить своего от чужого и уничтожить те самые вредные клетки которые впоследствии могут запустить процесс деления раковых клеток и развития раковых опухолей вот примерно очень простой процесс я рассказала что створяют клетки тимуса тимус тимусу вообще уделяется большое значение в духовной сфере в даосской традиции хочу вам сказать ему оказывают очень уважительное предпочтение во всех школах а их 13 до 7 и мой мастер мантекче включает практику на тимус во все комплексы во все комплексы нам важно обращать внимание на сердечный центр активность яркость сердечного излучения световой вибрации любви зависит конечно же от нашего тимуса от состояния нашего тимуса а это как вы понимаете наши отношения и плюс наш иммунитет поэтому нам очень важно за этим местом следить и постоянно ему оказывать внимание как оказывать внимание вне практики да которые как вы увидели очень легкие и быстрее но многие это не делают просто забрасывают и думают что лекарствам поможет нет лекарствам не поможет я уже проходил этот опыт что на вилочку железу влияет особо пагубно конечно же страхи как и на все кроме всего прочего что вы уже знаете стресс и когда мы накапливаем уже жизненный опыт различные предвзятые мнения негативные представления о мире это все идет в негативном исполнении влияет на тимус человек начинает например когда-то обижаться таит либо таит в себе чувство вины тоже вредит агрессию разочарование в каких-то ситуациях или в себе в жизни стресс что из этого получается стресс закрытие сердца отчерствения и ведет деградация этого органа это железо тимус связь между анахатой анахатой это сердечный центр духовного развития анахатой называют и тимусом органом помню что там чакра на тонких а здесь тимус на физике осуществляется через нервную систему и ее можно как бы развить в любом возрасте в любом зрелом возрасте привести в гормональное состояние если есть желание потому что если нет желания любая мотивация другого человека не приведет к действиям я очень мощный мотиватор у меня курс который лучшей версии моего тела который оздоравливает уменьшает объемы меняет жизнь и там я мотивирую очень сильно людей и вы понимаете пока они на курсе многие делают а потом выходят из курса из курса потому что я их толкаю пинаю поглаживаю и всякими пряниками кнутами мотивирую разными способами но не все выполняют тот алгоритм который по которому веду я всю жизнь так же как я всю жизнь понимаете здесь необходимо собственное решение собственной мотивации я всегда предлагаю две базовые практики стоп и выбор стоп это когда у вас начинается мысли негативного плана вы всегда останавливаете себя а выбор что я сейчас выбираю если вас окружает то что вам не нравится значит вам необходимо попросить помощи к вам придет человек специалист который направит вас ваше внимание в другую сторону но этот человек обязательно должен быть в позитивном ключе почему в позитивном ключе потому что вы уже видите что все наши железы гормональной системы они восстанавливаются только в позитивном ключе и любой стресс любое негативное вмешательство просто-напросто угасающее действует разлагающее угасающее угнетающее действие как еще сказать на них и нам женщинам это нельзя делать участницы женского курса уже в предыдущих модулях они уже проработали эту тему через квантовые инновационные технологии и уже почувствовали разницу в своем внутреннем и внешнем мире невозможно изменить такой паскриптум внешний мир если вы не исправили внутренний не изменили внутренний все начинается с нас а сейчас переходим на практику работаем на гармонизацию вилочковых железы тоже мы освоим дыхание тимусом двух видов двух видов осваиваем дыхание левую руку кладем на матку а правую на грудину таким образом чтобы задействовать верхнюю часть грудин не здесь а вот именно где выступ грудины там тимус если руки холодные обязательно разогреваем обязательно помним хлоп и потерли до состояния тепла давайте хлопнули и потерли включили свои энергетические центры левую ручку практика она очень быстро включает поток энергии который идет через ноги ну давайте итак одна рука на матке другая на грудине и мы начинаем дышать через грудину вдох выдох как будто через те самые центры на наших руках а внимание у нас направлено одновременно и на грудину и на матку где находятся наши руки у вас сейчас должно получиться почувствовать что-то почувствовать я не буду говорить что чтобы у вас не это давайте вдох делаем через матку выдох тимус вдох через матку выдох через тимус подышите хотя бы 10 раз практика дыхания через сердце она очень важна она существенно меняет наше восприятие мира и мы более глубоко начинаем его чувствовать возникает ощущение какой-то внутренней безопасности и уходят страхи боль и еще вот эта практика она по моему ощущению она формирует какое-то объемное ощущение как будто весь мир вмещается в своем сердце у многих сейчас начинает оно громко убиться можно можно просто дышать формируя два варианта формируя внимание на на двух центрах на на двух руках просто вдох и выдох вдох и выдох а можно вдох через погину вы втягиваете в матку и выдох поднимается вверх энергии выдох сердца для более продвинутых выбирайте для себя самый удобный способ он и тот и другой помогает рабочий девочки которые прошли проработали сексуальный центр на прошлом модуле сексуально модуль сразу почувствуют сейчас жар во второй чакре и переходим к другой практике ко второй практике здесь можно использовать либо сидячую либо лежачую позу это все равно мне кажется сидя легче выполнять ее это произношение звуков и активация тимуса через простукивание вы наверняка видели что в китайской традиции бамбуковыми палочками простукивают части тела и кости сердца в том числе тимус так активируют в даосской традиции костный мозг таким простым образом у них специальные такими телочки есть которыми они простукивают начиная с пальчиков так тык-тык-тык-тык и снизу вверх идут идут и простукивают мы будем простукивать сейчас кулачком тимус какие звуки при этом необходимо петь например вы сначала подышали вдох выдох вдох через вагину подняли выдох через сердце можете представить как вдох вы потянули через головные органы подняли его и увидели как в сердечной чакре как цветочек раскрылся можно сначала подышать так а потом вы начинаете простукивание простукивание и обязательно пропевание звуков можно говорить я я я или а звуки если мантрами петь пропевать это я то есть длинно и опуская в горловую чакту туда звук опуская чтобы еще и звуком прошло и вам рекомендую не поднимать звуком голову а именно туда вниз в тимус и чтобы тимус вибрацию тоже звука получал и будет более усиленный вариант таким образом у вас активируется махата и ее физиологический аналог тимус вот почувствуйте как какая-то такая вибрация я ее простукив вот таким образом можете таким образом глаза закройте представляете как внутренняя цветочка раскрывается и прислушивайтесь к своим ощущениям вообще если пропевать мантру то мне кажется как-то по моему ощущению она как-то эффективная эффективнее сразу чувствуется такой бутрячок но это может быть меня удары не должны вызывать чувство боли вы должны чувствовать что простукивание простукиваете грудь как будто для до костных тканей то есть до костного мозга чтобы активация помните шла как у доосов костного мозга повторяйте эту практику 3-12 раз в любое время сколько хотите столько и тратьте кто почувствовал что пишите а вы впоследствии когда привыкнете к этой практике вы можете вообще использовать хоть где когда готовите например вы же не просто у вас заняты руки ну там чтоб помешали стоите ждете или когда у вас руки в процессе свободны вы можете эту практику раз минутку сделать не надо стучать там несколько часов или десятков минут нет там минутки хватает 12 раз это это немного и одновременно занимайтесь полезным делом и тоже себя оздоравливаете стимулируете свой тимус вот закрывайте при этом глаза старайтесь почувствовать что вибрация охватывает ваше сердечко активирует и раскрывает ваш точек вот напишите что вы почувствуете в этой практике потому что практика на самом деле очень простая но все наосов вообще все практики простые кто-то сейчас может подумать что особенно те люди которые привязаны к гормонам что ну это вообще ерунда какая-то как это может помочь вы сначала попробуйте потом говорите например 3 месяца попробуйте а потом почувствуйте как вы себя чувствуете как у вас настроение и так далее самая главная диагностика это как мы чувствуем не так как нас привязывают к какой-то системе анализа которая почему-то одинаково для всех мне всегда очень удивительно почему она одинаково для всех мы почти одинаково у меня жар во втором центре не только жар в груди тепло тепло в груди не чувствую тепло да понимаете сразу идет реакция мгновенная наши органы они очень чувствительны и они особо чувствительно отзываются на нашу энергию на собственную энергию понимаете это как будто коллективная работа не извне где вы когда вы идете к специалисту вы напрасно думаете что вы всецело доверяете нет где-то внутри у вас все равно есть недоверие и тело оно чувствует это недоверие не у всех получается принять выселение от кого-то а вот когда сам человек работает тут не на кого перекладывать ответственность тут уже все понятно я это или делаю или не делаю тут больше не на кого приложить многие именно из-за этого не делают потому что они не хотят брать за это ответ а вот Ольга пишет тепло в груди и пояснице супер поясница это как раз сзади сексуальный центр он не только спереди но и сзади отлично Лена пишет тоже тепло и жар это все просто ведь правда ну и еще вам хочу дать одну практику из телесных но руках у нас девочки имеется множество активных точек ну как и на всем теле каналы точки идут каналы энергии это очень мощная система и в ней просто так не разберешься за один час не расскажешь здесь надо прям обучение по этой и чакральной и всей энергосистеме активных точек вот я вам сейчас скажу что точки на руках я очень люблю и кто например за мной следит и в моем чате кто давно я зачастую показываю практики которые я делаю утром я утром всегда активирую точки на руках всегда я сижу здесь когда в своем рабочем месте у меня тоже для активации жалости есть рук вот такой шарик который я открываю это тоже из китайской китайской традиции и там такие вот колесики которые металлические с ребрышками надеваются и таким образом активируют я очень люблю активировать свои ручки потому что я знаю сколько точек находится на ней но не у каждого не у каждого есть такие премудрости не каждый из вас еще погружен в это самостоятельную работу с собой поэтому я вам руки у всех есть я вам предлагаю самую простую технику практику даоску чтобы повысить иммунитет да практика для повышения иммунитета делаем массаж межпальцевого пространства на руках вы широко например левую руку берем и расставляем широко пальчики прям расставить и пальцами правой руки вы берете за перепонку между большим пальцем и указателем надавили и потяните и сбросьте напряжение 4 раза 1 и потянуть это надавили оттянули надавили оттянули потом переходите к другому опять надавили оттянули надавили оттянули так проходите по всем вы сейчас когда пройдете вы можете по 4 раза например сразу сделать до этого а можете по разу сделать и четыре круга пройти потом на другой руку ручки и повторите то же самое с другой рукой она сейчас повторите сначала с одной и заметьте на каком месте у вас есть болезненный такой спазм он обязательно имеется напишите как вам эта практика уже купила такой практик пишет леночка туда у нас есть где магазины китайские вот эти при мудрости подают о любое тянуть перепонки ну да сначала больно ну вот так уж себя жалею чтените так затягивайте просто раз потянули раз потянули что не так схватились и тень тяните я вам на курс еще дам технику там с определенным гормоном тоже участвуют руки я его заказал на зоне это что он в тринете продают его больно а не значение очередность нет я такой шарик в аптеке покупала цвета пишет по идее нужно купить не знаю как называется этот шарик даже не могу сказать как он называется китайский шарик который снимает напряжение с рук не только с рук он может и вот так вот его можно и вот так можно и у кого может быть зажатый кто любит хмурится у нас тоже может по нас по губкам тоже можно он массаж делает в любом месте не знаю как он называется правда называется массажный шарик вот я завтра стографирую коробочку с названием на работе лежит в детских магазинах кстати мой звук когда лази залазит ко мне сюда всегда вытаскивает баба давайте покатаем кружочки не знает как называют и кружочки то колесики ему тоже нравится очень когда начинаем с ним разговаривать и катая он прям замирает я его когда он был маленьким я его так успокаивала сажу на коленке что-то рассказывал какую-то сказочку и он успокаивается сразу и колесики на пачке катаю вот девочки мои хорошие смотрите наш практику подходит концу я все вам практики которые обещала и он дала квантовую работу на гормональную на гормональную систему я конечно не буду здесь проводить потому что я не провожу безоплатно формате а дабы не водить человека серьезный энергетический долг но каждая из вас может и ее получит только те кто участвует в женском курсе третьем модуле где как раз гормональная грамма у нас уже началась вот первый урок вы присутствуете на первом уроке я решила дать вам заглянуть возможность что это все это просто делается то что я предлагаю людям здесь нет замысловатости но плюс к этому я еще даю квантовую работу это работа еще с подсознанием то есть я фиксирую результат участниц напоминаю что и квантовый пилитель и практикующие практикую более 10 лет все свои курсы все свои работы я завершаю даже по дорогам направления все фиксирую всю работу подсознание участников курса чтобы это все у них запомнилось и зафиксировали зафиксировала результат ну смотрите каждый из вас может включить дальнейшую работу трансформацию уже на нашем женском курсе в модуле женской грамотности третий модуль это грамотность гормональная грамотность женского здоровья и где мы помимо работы определенными гормонами устраняем будем устранять все воспалительные процессы мочеполовой сфере цистит и вагинит и недержание недержание без лекарств мочи без лекарств и если кого-то полюбила молочница то это сто процентов суда а также мы расстанемся с симптомами климакса гормональными качелями обостановим матку влагалище яичники с помощью моих любимых дооских технологий которым напоминаю более пяти тысяч лет они безопасны проверены времени огромным количеством женщин и мной напоминаю что мне 61 год и я занимаюсь только по своим авторским программам я уже восстановила свое здоровье и теперь только поддерживаю его опять же с помощью своих именно алгоритмов по дооским технологиям вот так же участницы курса получат квантовую работу по восстановлению гормонального общего баланса и плюс мира 3 что такое нервы 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 это тренировка для мозга который создает новый шаблон по которому уже человек начинает работать и именно он показывает человеку куда идти не сворачивая и стабилизирует его результаты вот дорогие мои конечно же тут будет интимная чек-лист интимной гимнастики лично от меня мой авторский и чек-лист рекомендация плюс тренировка на укрепление мочевого пузыря чтобы не было подтеканий а этим страдает большинство женщин они признаются когда чихают или кашляют ножки скрестили все а потом будет дальше еще сильнее причем врачи с этим не справляются они не лечат это вот и конечно же чек-лист гормональное питание но я так подумала и решила для вас я тоже дам чек-лист питание как вы думаете чего то есть тех самых самых главных желез которые которые мы сегодня познакомились гипофиза и гипоталамуса что они наши дорогие любят в пище что они предпочитают я вам дам подарю тем кто оставит отзыв из новичков я обращаюсь частных тем кто сейчас на нашем практикуме кто на эфире и кто будет просматривать записи и кто хочет получить этот он этот чек-лист пожалуйста напишите короткий отзыв что вы как вы на этом практикуме что увидели для себя подали руки вам и я подарок вам обязательно нам чекли вот ну и что дорогие мои потому что нужно еще и что-то какой-то подарок размещу вам в чат сейчас подумаю точно подарки я очень люблю дарить подарки и даже которые не планирую потом дарю на курсе люблю очень это дело дорогие мои кто желает присоединиться к нашему к нашему курсу к нашей команде а пожалуйста пишите я размещу ссылочку под этим видео и вы пройдите посмотрите хотите ли вы продолжить работу и напишите в чате либо мне в личку хочу я вам скину свежую с вами скину реквизиты для оплаты и мне с вами уже был работать на более глубоко и более серьезно мои хорошие как вам практику напишите в чате оля конечно будет я этот будет запись обязательно бессрочном режиме нам telegram я вообще рассталась со всеми со своей командой и все провожу в telegram мне очень нравится никто на меня не давит все спокойно в спокойном режиме идет и самое главное наш любимый telegram позволяет охранить записи в бессрочном режиме это же вообще какая ценность понимаете что на деткурсе за это все необходимо было платить и поэтому мы устанавливали сроки эксперты а сейчас пожалуйста все для вас единственное ограничение если например никто не заходит в течение года telegram автоматически этот чат архивирует поэтому заходите в чат супер с неспением ждем практики благодарю за практику очень здорово мурашки по коже а при кушении практики супер главное легкие не руки горят болезненность ушла полностью супер супер много прояснилось очень круто благодарю но хотите если хотите я вас еще виду сейчас в энергетический поток и вы наполнитесь энергией той самой энергии через которую я работаю как проводить хотите напишите хочу 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 отлично леночка уже расслабилась до супер супер мои хорошие я вам очень рекомендую девочки заниматься самой очень рекомендую просто моя история кто знает мою историю я 35 лет на просто для вас это такого что я была 35 лет старушка старушка которых вас который вообще кишечник не работал пищеварительная система уже просто давала сбои такие что кишечник не работал совсем освоил совсем и мне пришлось восстанавливать энергия сильная была на просто на все на всю жизнь вот и я восстановилась и теперь видеть не просто восстановилась а маму и обучая людей как можно можно пройти по этому пути по моему пути и восстановиться более того еще зафиксировать это восстановление и и конечно же активировать молодость здоровье красоту никакой красоты не бывает без здоровья запомнить никакие губки никакие грудь и там попки чего-то там еще это все нет без здоровья без настроения это все вообще глупость да наконец я поняла как вам написать я я прослушала и великом восторге мне все понравилось супер значит вы вы нашли друг друга можно какая вы очаровательная девушка приятно вас слушать как вам попасть супер девочки супер я вчера когда давала повеление просила что пришли мои люди ну вот вы пришли давайте садимся удобно и комфортно я все размещу в нашем чате и делаем глубокий вдох пауза и медленный медленный выдох вдох медленный медленный выдох и сейчас ваше разрешение вы пока подрежете а я вас перемещу вот определенное состояние а вы скажете да можно и сейчас но и повеление чтоб каждая из вас наполнивать вошла божественный поток каждый глаз почувствовал энергия ту самую самую энергию самой высокой чистоты который наполняет ваше тело и я попрошу чтобы улучшилось настроение настолько насколько возможно сколько вы можете принять сейчас я попрошу чтобы это состояние у нас продлилась несколько минут этого состояния здесь сейчас продлилась на несколько часов и пусть почувствуют все присутствует сейчас на эфире кто будет осматривать записи и сейчас я возвращаю ваше сознание ваше тело делаем глубокий вдох и открываем глазки мои хорошие я заканчиваю эфир на вот этом ресурсе в чате еще вы остаетесь можете писать пока а здесь я завершаю благодарю всех кто присутствует сейчас на практике и кто будет осматривать записи благодарю ставьте лайки пишите лайки пишите лайки